здравствуйте здравствуйте дорогая проходи садись как вас рада видеть мне на экране расскажи пожалуйста о твоей проблем есть один нюанс я конечно сейчас выгляжу так но обычно когда хожу по москве я выгляжу немного по-другому вот вот так вот меня зовут вера мне 30 лет и у меня лапеция как парика я откажалась в первый же час потому что как строить свою личную жизнь приходишь ты в парике на свидание с молодым человеком все хорошо какой-то момент ты говоришь типа милая кажется кое-что тебе забыла сказать но это странно живое с двумя котами с ними как минимум не скучно каждый раз какая-то разве кух происходит до сих пор есть люди которые там встретив меня на улице в метро считают себя должным рассказать не чем не лечиться например хотя я здорово очень пьяные любят навязаться и кому ты зачем это сделал таким серьезным тонус наездом бабка однажды меня назвала нечистью ну просто в автобусе бабка назвала меня нечистью и начала креститься я говорю поздно начали креститься уже все сделано и вышла из автобуса в этот момент тебя нет волос вообще то есть включая брови я так понимаю да включая брови ресницы вообще волос нету что произошло со слов мамы что мне было три года и у меня появились первые очаги потом это проявилось уже в семь лет когда в школу пошла и там было все несколько похуже а мама каждое утро делала мне прически с бантами вот такие ненавидела но просто где-то лет 14 я на это забила честно говоря потому что выживала как могла скорее прикрываясь определенными там а выживала как могла потому что в школе издевались нет они не издевались я скрывала то есть я очень нервничала я никого не пропускала не разрешала трогать свои волосы если кто-то пытался прикоснуться к волосам это вызывало вот такую вот оторопи ну не агрессию даже иногда игры агрессивно могла среагировать если у меня была любимая фраза не трогай волосы или погодные какие-то условия там ветер как я мечтала научиться контролировать ветер было страшно все время что кто-то узнает 22 усилилось выпадение причем очень сильно просто ну вот так вот проводила рукой и у меня оставались прямо такие вот клоки волос и тогда я приняла решение то что лучше уж я буду без волос я сбрила в тот день я помню все волосы рыдала пока это делала честно скажу просто вот градом львись слеза и на следующий день я сидела и думала вот а что вообще дальше делать с этим ну потом я училась выходить на люди сидела в кафе помню весь день где меня все знали я была настолько агрессивно что ко мне даже официантки боялись подходить и только в конце ко мне подошла тебе идет и убежала как-то в профессии в личной жизни тебе это мешает мне скорее помогает мне стало нравится потому что это определенная доля эпатажа и мне нравится сейчас как я выгляжу я работала в школе учителем я помню это была зима прошло всего месяца два по моему мне звонит мама и говорит вверх тут ищут физика на работу в школу учителем не хочешь сходить мне мама видимо думал что я уже к тому моменту с этим справилась но на самом деле это было немного не так я помню директа конечно сначала удивилась я помню я и задала вопрос как она стала ну все вы принято завтра там можете выходить я говорю ну пойти что я так буду вести уроки она говорит да я понимаю учителя стере дольче габбана у нас еще не было классный директор класс я такая а мне нравится школа по мой первый день работы в школе честно говоря я продумал 20 вариантов побегов перед первым уроком честно скажу я реально думала пускай не там просидят я потом когда перемена будет под шумок вылезли через черный ход уйду и больше никогда сюда не вернусь но я вышла и через 10 минут я благодаря тому что я очень люблю физиков я уже начала вещать а дальше молвата понеслась что появился у нас высоучитель физики и соответственно за день у меня кажется дверь хлопала каждые 10 секунд кто-то заглядывал то что у тебя нет волос это скорее воспринимается вот мной как стилистом как мужчиной как будто это специально то есть это созданный стиль которого ты выбрала сама у тебя рост модельный то есть модельная внешность у которой я тоже хотела спросить почему да не пошла работать моделью и до потери волос благодаря росту говорю там гер почему не модель правда потому что вот а после потери волосами это стали говорить еще чаще лучшая подруга первую мою фотографию ее друг поставил на себе на телефон с фразой это эстетика она по-моему и себе там на некоторое время ставила на экран телефона один из моментов почему я пришла на перезагрузку это потому что я очень боюсь публики в ходе того то что там ноги не имеют в голове пустота голос пропадает это очень сложно для меня причем вот даже сейчас я сижу я краем глаза вижу эту камеру мне прям плохо от этого честное слово тяжело ты сказала что тебе 30 лет что с личной жизнью как ни странно количество мужского внимания увеличилось я резко попал ситуации когда я не знал что с этим делать данный момент у меня нет молодого человека но в целом я могу сказать то что пробую себя пробую себя да скажи пожалуйста когда ты приходишь на первое свидание с мужчиной какая как правило реакция самая необычная реакция наверное когда со мной познакомился молодой человек и просьба была двера прости меня пожалуйста можно потрогать твою голову честно говоря мне эта мысль не покидает только зашла можно потрогать просто классно очень приятно верно самом деле я согласен жени по поводу внешности у меня прям чешутся руки уже сделать макияж я уже хочу тебя пригласить честно говоря на конь свой мастер-класс где ты посидишь модели перед публикой все-таки действительно хотела бы попробовать там и на фотосессии сходить и может быть куда-то в эту тематику развиваться дальше я думаю что после нашей программы обязательно кто-то тебя заметит ну невозможно такое пропустить согласно невероятно красивая очень интересная с тобой очень приятно было общаться спасибо что пришла нашу программу будем работать спасибо 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 до встречи до встречи рост метр восемьдесят пять как у меня почти прямо сейчас вере предстоит преодолеть свой страх или отказаться от эксперимента там люди точно стоит туда эти мамочки меня зовут вера мне 30 лет и у меня лапеция невероятно красивая модельная внешность вера мечтает стать моделью но стесняется камер и на это у нее свои причины главное что мне не нравится это зубы стоматолог олег конников вера здрасте здрасте мы видим некоторые симметрии надо есть конечно множественный кариес коронка коронка плохо прилегает к зубу сюда постоянно попадает еда и все красиво пока вы не улыбаетесь это да да я не умею улыбаться на камеру зубами не могу себе позволить теплые пигменты зубов это уже до интим то есть мы понимаем что эмаль уже подстерлась на первом этапе да я проведу вам большой функциональный анализ сделаю вам сплент терапию восстановлю вам высоту нижнего отдела лица мы поработаем с капами далее мы уберем старые рецепрации приклеим временные потом приклеим новые вообще очень сложно сложный путь лечения реабилитации я вообще думала то что мне смогут сделать только отбеливание и чистку потому что я на своих зубах ну скажем такой специфический крестик я планировала только короночки менять и все в итоге у нас будет потрясающее до после у веры есть страх камер и публичных выступлений причем вот даже сейчас я сижу я краем глаза вижу эту камеру мне прям плохо от этого честное слово владимир дошевский приготовил эксперимент который поможет вере преодолеть свой страх прошу привет филипп привет я тебя хочу познакомить с верой с небольшим страхом публичных выступлений огромным и поэтому я хотел тебя попросить о помощи для того чтобы ты поработал с верой и вы вместе подготовили выступление в стендапе с удовольствием лажать на публике не страшно несколько часов вера со своим наставником филиппом готовилась к выступлению давай так сформулируй какое-нибудь вот плохое слово который у тебя из-за страх в голове есть и скажи его сейчас на раз-два-три мне запекут да все будет хорошо я надеюсь я попробую да главное будь как говорит молодежь моменте прямо я вот здесь я расскажу сейчас очень в моменте настолько что по моему немного перебором я тебя провожу спасибо мамочки там люди точно стоит туда идти выше я уже готова кажется поработать официантом мамочки добрый вечер меня зовут вера и я лапетянка точнее у меня лапеция переводе из греческого это означает просто облысение и я действительно не понимаю почему мужчина в возрасте не переходит целиком на древнегреческий ведь намного лучше звучит не я лысый и толстый а у меня аллопеция и абиссин тряслась нога я думаю это будет видно на всех камерах потому что я стояла и понимаешь мне реально того гляди этот тремор перейдет на все тело средства борьбы с аллопецией их очень много но есть топовые особенно рекомендуют все различные настойки и если вы будете употреблять их каждый день каждый вечер о волосах уже волноваться не будете я не понимаю мужчин которые пытаются прикрыть свою лысину остатками волос мужчины дорогие зачем вы так мучаетесь ведь ей же банты назад у меня вновь начали расти волосы на голове и и честно говоря но это не вовремя я уже привыкла мне уже все нравится я довольна и я не хочу поздно и я только один раз жизни надевала парик это было совсем недавно на хэллоуин по просьбе друзей исключительно ради того чтобы подойти к официанту и сказать фразу мальчик лодочки нам принеси мы домой летим спасибо я могу ожидать чего угодно читание стишков на табуретке какой-то публикой там что угодно но не стендапа это очень круто люди боятся публичных выступлений поскольку они боятся оценки это совершенно нормально для того чтобы преодолеть этот страх нужно предъявлять себя маленькими кусочками вот для начала может быть высказать что-то публично например в кругу своей семьи потом сделать шаг на большую аудиторию и скажем так менее доброжелательную возможно потом может быть опубликовать какую-то фотографию в социальной сети и обнаружить что несколько лайков которые вы получили или не получили они ровным счетом никак не влияют на они не меняют ваше отношение к себе перезагрузка веры продолжается и стилист катя гиршуни и предложит свои варианты модных новогодних луков бир ты потерял дар речи почему молчишь да я не могу никак это странно но мне нравится странно что тебе нравится или все это странно а законно так цветного деваться можно и и именем кати гиршуни разрешаю одеваться в цвете на новый год это лучшее что может быть когда ты пришла к нам на знакомство я видела тебя в очень нежных скажем так не слишком ярких пастельных оттенках я не знаю почему ты их выбираешь но мне захотелось продемонстрировать что и безумно яркая фуксия и цикламент и пайетки и двуцветная шляпа тоже тебе подходит это интересно в общем первый вариант для встречи нового года есть ты вас оценила кто хочет видеть второй комплект мы мы будем переодеваться вау еще одна параллельная реальность опять не ты опять не я очень ярко и не привычно но мне нравится потому что я никогда не носила берета это выглядит интересно я вообще главные уборы никогда не носила особо кроме платков казалось бы что в общем можно было бы и поэкспериментировать вверх в голову не приходило никак вообще как тебе такая девушка она однозначно привлекает внимание о да в каком образе ты готова встречать этот новый год новый год мне нравится шуба и делаем новый третий комплект из двух почему нет наверно этот например застолье можно провести в этом комплекте а выйти выйти и пускать салюты в шубе ну что я поздравляю тебя и наших телезрителей с наступающим новым годом и хочу пожелать нам всем много цвета радости и самых классных впечатлений ура все эксперты перезагрузки уверены что у веры есть все данные для успешной карьеры модели я уже хочу тебя пригласить честно говоря на конь свой мастер-класс где ты посидишь моделью перед публикой надеюсь ты меня откажешь и давай с этим с этого начнем твою карьеру да сердар камбаров не забыл о своем обещании и пригласил веру на мастер-класс в качестве модели ну что добро пожаловать на сегодня урок смоки айс и наши модели и зовут вера это героиня перезагрузки я очень волнуюсь потому что мне безумно интересно я никогда этого не была моделью мне кажется у нее классно очень лицо красивое и я думаю что вам тоже будет интересно посмотреть технику смоки айс на таком ну мне кажется модельном лице но еще как бы чистый холст потому да очень часто волопитянок верну как-то волнуешься уже нет смоки айс это в основном такой темный насыщенный макияж основная фишка смоки это растушевка от темного к светлому кстати если вы хотите холодной гамме работать по синий фиолетовый дать они какие-то там или там темно-зеленые то лучше брать подложку черный каял но в цвет или черный если вы хотите в теплой гамме работать лучше коричневый брать прокрашиваю нижнюю неком и сразу же растушевываю кисточкой смотрите я затянул внутренний уголок и немножко его подрастушевываю внешний уголок также растушевываю смотрите можно затенить немножко ближе к бровям сейчас нам нужно сделать то же самое на нижнем веке прям вот под карандашом и сейчас я немножко границу чуть подтушевываю глаза все с этим ничего не клеим мне кажется красиво так наверное это лучший макияж моей жизни который я на себе видела и если можно было бы его оставить зафиксировать я бы наверное так и сделала круто и волшебно стилист по волосам евгений жук тоже приготовил для веры сюрприз вера привет наверно смотришь на себя в зеркало думаешь интересно почему я пришла к парикмахеру ну да есть что он намерен со мной сделать ну во-первых что эти скажу мы начнем с окрашивание волос конечно же уклад и ты знаешь есть доля правды в моих словах как бы возможно для наших зрителей это звучало бы комично но тем не менее мне будет крайне любопытно что же это все таки получится из этого всего веру любопытно будет и для наших зрителей поэтому давай начнем хорошо вера к встрече нового года готова и остаются мгновения до того как она увидит в зеркале новую себя вера у меня нет слов ну что долго тебя мучает давай я поворачивайся к зеркалу но предварительно должна закрыть глаза раз-два-три вау раз-два-три вау боже это точно мое лицо твою я вообще не узнал женщину которая стоит в зеркале потому что ну я не помню как я выгляжу с волосами потому что я просто смотрю и не узнаю себя совершенно другой человек какой-то в зеркале этот месяц был очень насыщенным я не была готова к масштабу того что будет происходить честное слово начиная от просто даже банальное количество съемок которых я настолько сильно боялась я ведь реально боялся замирала каждый раз перед камерами сейчас намного спокойнее вообще в целом ощущается все абсолютно волшебное преображение с моими зубами огромное спасибо олегу конику за это чудесное преображение моей улыбки великолепнейший эксперимент придуманный психологом это было вау абсолютное вау я была в шоке я до сих пор много шоке честно говоря от выступления и я может быть попробую продолжить выступать на стендап посмотрим как пойдет мне очень нравится прическа безумно нравится прическа я думаю то что я могу надеть этот парик куда-нибудь на вечеринку или но скоро новый год в конце концов почему бы и нет наступающим новым годом и с твоей перезагрузкой спасибо большое за твое преображение ребят давайте залпом давайте а я за рулем и телезрители мы вас поздравляем с наступающим новым годом желаем вам всего-всего самого яркого цветного вот как чтобы радовались также и вера сегодня у нас на подиуме искренней взаимной любви и конечно же здоровья с наступающим новым годом уау Субтитры подогнал «Симон»!